Как ты слышишь, Лиза? Я слышу хорошо. Слава? Я слышу хорошо. Молодец. Максим, ты меня слышишь? Нет, я слышу хорошо. Наша школа-интернат обучает и воспитывает детей с нарушением слуха и речи. В нашей школе-интернате есть все условия для обучения таких детей. У нас есть специализированные классы, есть специальная аппаратура. Она есть как индивидуальная, так и слуховая аппаратура для того, чтобы помочь этим детям развивать слух и речь. Так, заходите, ребята. Тихонько садимся. Здравствуйте. Так, рассаживаемся. Садимся за столы. У Жени правое ушко, вторая степень. Вторая степень – это он слышит разговорную речь где-то на 3-4 метра. Обследование слуховой функции проводится два раза в год. На начало учебного года и на конец. То есть мы здесь смотрим, насколько развелось слуховое восприятие. Девочка у меня была Кристина. Она сейчас учится в Новосибирском институте, в нашем социальной реабилитации, адаптации. Она пришла вообще без речи. И вот в течение… Я ее брала с первого класса и по 11 класс на выпуск. Она у меня уже общалась вот так свободно. Общается, как вот мы с вами. Поэтому, конечно, есть результат. Весь учебно-воспитательный процесс, конечно, задействован. И родители. Вот это все во взаимосвязи. Вот тогда результат хороший. Ребята, к нам пришли гости. Давайте с вами поздороваемся. Скажем вместе. Привет! Привет! Понимаете, у нас особые методы и приемы обучению деток разговаривать. Когда дед приходит, еще ни одного слова, и ни одного звука у них нет, то мы даем им вибратор и начинаем работать с ними на голое ушко через вибрацию. Когда я ему даю микрофон, там, па-па-па-па, па-па-па-па, у-у-у, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. То есть, да, и вот через вибратор мы тактильно, понимаете, воспринимаем. Можем здесь, ребеночек может на ладошке не воспринять. Мы его кладем на ручку, мы ему кладем на спинку. Да, где лучше тактильное восприятие у ребеночка, в каком части тела есть, там он и мы прикладываем, чтобы добиться звуков, слогов и слов. Тактиль, жесты, там, мимика определенная. То есть, вот это наши специальные средства, методы для общения. То есть, у нас есть устная речь и письменная. А здесь еще речь в движении, понимаете, в движении рук, в движении тела, в движении вот нашей вот артикуляционного аппарата, понимаете, вот, чтобы глаза горели, чтобы проговаривали мы четко, ясно, глядя друг к другу в глаза, понимаете. Только смотреть надо на ребеночка и четко произносить, не торопясь, все слова, все просьбы, все поручения, потому что по-другому ребенок вас, ну как, не воспримет и не поймёт. Мы должны быть вот такими педагогами, не простыми, не эмоциональными, а должны быть, чтобы у нас горело все, и руки, и тело, и глаза. Ритмика просто, вот если посмотреть в интернете, это в основном танцы, танцы, движения. У нас это танцы занимают 10 минут от 40. Потом это идёт на автоматизацию звуков, на развитие голоса, на развитие слухового восприятия. И за мной. У меня даже были выпуски, когда глухой мальчик, он меня просил, научи играть на пианино. И я ему показывала, ну, может быть, это как бы считается и механическая память, то, что он запоминал, но тем не менее, длительность нот он выдерживал. И в сумме получалось, что он играл песню. Это правильно? Да, правильно. Хотя он был совсем глухой. Машенька, будете повторять за мной. Будем играть. Давайте вместе скажем. Будем играть. Мы будем прятать животных в светящиеся ниточки. Фиброфтическое волокно можно использовать для концентрации внимания, наблюдать за цветовым спектром. Безопасные нитями можно играть. Ребятишками мы занимаемся по программе сенсорного развития. И непосредственно занятия проходят в этой сенсорной комнате. Это зона комфорта, спокойствия, радости для детей. Мы здесь выполняем различные задания на моторные способности. Это и игры с массажными мячами, игры в сухом бассейне. И на активизацию внимания, на концентрацию внимания. Активизируется речь, конечно же, это самое главное. Важно развивать все-таки коммуникативные способности. Если ребенок активно может взаимодействовать со сверстниками, со взрослыми, несмотря на свои индивидуальные особенности развития, то у него и пройдет успешная его социализация. Наши дети, как и другие все дети, сдают государственные экзамены. И так же, как все дети, которые обучаются в общеобразовательных школах, поступают в высшие учебные заведения, в средние, находят себе работу и удачно адаптируются в социум слышащих. Т9-й Б спецкласс. Почему он называется спецкласс? Потому что эти ребята занимаются по адаптированной программе. Когда-то, я помню, они пришли совсем еще маленькими. Некоторые не хотели идти в школу, оторваться от своих родителей. Они плакали очень. Но сейчас каждый ребенок, вот начинаются у нас каникулы, они даже не хотят уезжать из школы. Ребята, вы помните, когда вы были совсем еще маленькими, как вы пришли в школу? Кто помнит себя? Виталь, ты помнишь, какой ты был? Четыре года был, он пришел в детский сад. Он был маленький совсем. Плакал? Плакал. Сейчас тебе нравится в школе? Каким спортом вы занимаетесь? Спорт, как называется? Волейбол. Еще. Баскетбол. Верно, молодцы. Еще легкая атлетика, да? Любите легкую атлетику. Что вы умеете делать? Петь умеете? Говори. Петь. Петь. Пантомима. Мы занимаемся в пантомиме. Еще. Говорите хорошо. Знаете, не стесняйтесь. Данил. Вальс. Умеешь танцевать? Вальс. Вальс. Вальс танцуют с девочками. Замечательно. Кружится, 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 кружится вальс над землей. Только немного грустим мы с тобой. Первый урок не забыть никогда. Первый учитель один навсегда. После окончания школы у нас у каждого есть своя уже цель. То есть каждый ребенок, каждый парень уже выбрал, кем он хочет быть. Виталий, кем ты хочешь быть, когда окончишь школу? Ну, ты хотел. Что делать? Вот после школы закончишь школу, что ты будешь делать? Строить. Он будет строителем. Зафар, ты кем хочешь быть? Матер-кором. Он будет помогать маме с папой. У них свое сельское хозяйство такое небольшое. И вот он будет, говорит, помогать коровам. То есть фермером будет, да. И, возможно, может быть, еще и будет ветеринарным врачом. Он как-то нам говорил. То есть задумка у него такая есть. Кем ты хочешь быть? Как папа? Папа. Как папа. Кто у тебя папа? Папа-капа. Помогать будешь. А кто папа? Да. Папа-капа. Плотник. 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 Папа-плотник. И каждые каникулы Данил вместе с ним работает. И зарабатывает уже деньги. То есть вот такие у меня прекрасные парни. Данил, лови. Два серебряных медалей. 18 человек стали чемпионами России. 5 человек призерами российских соревнований. Из них 14 человек, учащихся в школе, стали чемпионами России. Данил, подойди сюда, пожалуйста. Беги на 300 метров. Чемпион Красноярского края по легкой атлетике. Беги на 300 метров. Данил чемпион? Ну да. Готовится поступить в Красноярский технику физической культуры. Там сейчас отделение для слабослышащих открыли. Вот он готовится. Почему наша школа такая особая и дети у нас особые? Потому что начиная, вот вы заходите в нашу школу, начиная с дворника, кончая директором, мы здесь все должны учить, воспитывать, обучать и создавать все условия, чтобы нашим детям было комфортно. По голубому небу плывут белые облака. Ярко светит солнце. Ну это как везде во всех школах. Возле озера стоит маленький домик. Маленький домик. Перепелиться Влад. Он у нас в школе обучается с дошкольной группы. То есть он пришел, ему 4 года, наверное, было. И вот он все в нашей школе. Во-первых, речь у ребенка стала развита. Намного сильнее заметно, что и обучение у нас стали, и отметки лучше. Молодец, закончила? Все отлично. Все, все цвета, все правильно. Лиза, молодцы. Посиди, подожди. Все дети. Ну большие у нас вообще успехи у всех ребятишек. Вот девочка второй год, Марина к нам пришла, Кузнецова. Второй год обучается, разговаривает практически уже как слышащий ребенок. Марина, тебе нравится в нашей школе? Нравится. Все нравится. Ну действительно, они все довольны. А скажите, не успевающие дети есть в этой школе? Нет, таких детей у нас нет. У нас все дети, пусть он не в учебе, но он в чем-то в другом у нас. На первом месте они у нас все танцуют, пляшут. Ну вообще все у нас успешные. У нас нет таких детей неуспешных. Все дети абсолютно успешные. В каком-то виде деятельности все равно. Все у нас на первом месте. Ну правда. Субтитры подогнал «Симон»